У Франца в животе скачут камешки. Мартин Мюллермайер – кумир и идол не только для Йозефа. Томми и Пепа тоже ему поклоняются. Когда Франц рассказал им про мяч с автографом, они принялись умолять его принести мяч в школу. Франц сказал, что ему не разрешается даже дотрагиваться до мяча. «Ну тогда мы просто зайдем к тебе и на него посмотрим», – предложили Томми и Пепа. Йозеф как раз уехал в школьный ладерь, поэтому Франц согласился. «Ладно, давайте прямо сейчас». Если бы Йозеф был дома, Франц не смог бы никого пригласить. На двери в комнату Йозефа висит табличка. «Вход воспрещен». «Это не шутка. Францу разрешается заходить в комнату брата только когда…» «У того особенно хорошее настроение». Но особенно хорошее настроение у Йозефа бывает редко. Обычно, когда Франц стучится в дверь, он слышит в ответ «Неприемный день!». При одноклассниках Францу было бы очень стыдно стоять под дверью, а потом получать отворот-поворот. Томми и Пепа пришли в три часа и сначала позвонили, как велел им Франц. В дверь квартиры номер одиннадцать. Габи была в ванной. Габина мама накручивала ей волосы на бегуди. «Это двое ребят из моего класса!» Крикнул Франц, заглянув в ванную. «Я им обещал кое-что показать!» Он взял с полки ключ от двенадцатой квартиры и выскользнул за дверь. Любопытной Габи страшно захотелось узнать, что за мальчишки из второго Б пришли к Францу и что он хотел им показать. Но человек, у которого на голове с одной стороны бегуди, а с другой мокрые волосы, выглядит не особенно симпатично. И желание быть красивой пересилило даже любопытство. «Мам, давай скорей!» — заныло Габи. Мама заторопилась. Но за одну секунду волосы на бегуди не накручиваются. А потом пришлось еще искать платок, чтобы скрыть под ними бегуди. Габина мама повязала его тюрбаном. Но тюрбан Габи не понравился, и она поменяла платок на шарф. Наконец, через пятнадцать минут после звонка в дверь, Габи выбежала на лестничную площадку. Дверь в квартиру Фрёстли была открыта. Габи услышала голоса. Два смеющихся и один отчаянно писклявый. Голоса явно доносились из комнаты Йозефа. «Издеваются над Францем!» — с негодованием подумала Габи. Хотя сама Габи частенько ведет себя с Францем далеко не лучшим образом. Но другим никогда не позволяет над ним издеваться. Это она пресекает немедленно. Если может, конечно. Габи решительно вошла в квартиру Фрёстли и распахнула дверь в комнату Йозефа. Томми стоял на кровати. Пеппа стоял на стуле. И они головами пасовали друг другу мяч с автографом. Туда-сюда, туда-сюда. Бедный Франц пытался поймать мяч. Метался по комнате и непрерывно пищал. «Перестаньте!» «Пожалуйста!» «Не надо!» Габи бросилась к кровати, схватила Томми за ногу, дернула изо всех сил. Томми плюхнул со спиной на кровать. Мяч, который Пеппа послал, ему ударился от стену и отскочил в открытое окно. Франц подбежал к окну, посмотрел вниз и увидел, как сокровище Йозефа катится к двери подъезда. «Я не виноват! Это все ты!» Крикнул Томми Габи. «Я просто хотела, чтобы вы перестали!» Огрызнулась Габи. «Это тебе отлично удалось!» Насмешливо бросил Пеппа и спрыгнул со стула. Франц пулей выскочил из квартиры и бросился вниз по лестнице. Но в подъезде мяча не было. Франц выбежал из дома и огляделся. Он даже на корточке присел и заглянул под машины, припаркованные на улице. Габи, Томми и Пеппа подошли к нему и тоже огляделись. Габи побежала в сторону главной улицы. Она заглядывала в каждый подъезд, под каждую машину. Томми и Пеппа осмотрели все подъезды и машина на другой стороне. Но мяч с автографом бесследно исчез. Наконец Пеппа объявил, что мяч, наверное, кто-то уволок. А Томми повторил, что во всем виновата Габи. Потом оба сказали «покеда» и ушли. Франц сел у двери в подъезд и заревел. «Ты тоже считаешь, что это я виновата?» Спросила Габи. Франц писал «нет, ты мне помочь хотела, но мне никто помочь не может». Габи дала Францу носовой платок и сказала твердым голосом. «Мы справимся, Франц, я что-нибудь придумаю. До приезда в Йозефа у нас еще целых пять дней». Франц высморкался. «Но на всякий случай, — сказала Габи, — пусть все останется в тайне». Она помогла Францу встать. «Пойдем наверх, закроем вашу дверь и сделаем вид, что все в порядке». Сделать вид, что все в порядке, Францу было очень трудно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила мама за ужином. «Ты что-то совсем бледный и не ешь почти ничего». «У меня в животе как-то странно», — сказал Франц. Он не обманывал с тех пор, как сокровище Йозефа вылетело в окно. «У Франца было ощущение, будто в животе прыгает горстка камешков». «Так обычно начинается летний грипп», — сказал папа. «Кстати, что там все время хлопает?» Мама прислушалась. «Окно в комнате Йозефа», — сказала она, вставая. «Я его утром открыла, у него пахло как в хлеву». Мама пошла в комнату Йозефа, а Франц подумал, сейчас все выплывет наружу. Сейчас мама увидит, что сокровище исчезло. Он даже почувствовал облегчение, потому что не любит, когда у него тайны от мамы и папы. Но мама, вернувшись в столу, только сказала, запах исчез. Отсутствие мяча с автографом она и не заметила. Маму Франца футбольные мячи совершенно не интересуют.